Не было ни крыши над головой, ни денег, ничего, ни имущества, кроме той одежды, которая на мне была. Это как положение, как обстоятельство, как среда, в которую человек помещен. Такое состояние, я и моя семья попали благодаря пожару, случившемуся с нашим домом. Сгорел наш дом, сгорели документы, деньги, скотина, машина, всякие пособные помещения. Даже садовые деревца и огородные культуры выгорели. Это как стихия, как огонь появился непонятно откуда. Он появился, вошел в нашу жизнь, истребил все наше имущество и также потух. И все это по времени убралось где-то полчаса, не больше. Уборвался в нашу жизнь этот рок злой. Но самое интересное для меня, может быть, значительно и характерно, это то, что я не почувствовал нужды. Видимо, потому, что я вырос в селе, я там жил, как в большой семье. И эту нужду нам, видимо, еще не дали почувствовать местные жители, потому что они сразу нас очень поддержали. Наш друг семьи, женщина очень добрая, она сразу нас отвела в свой дом. Возволнованных, отрепанных, чумазых. Конечно, были сложности, в том смысле, что приходилось, как говорят в народе, управлять документы, где-то обходить закон. Потому что дело не стали уголовное заводить по причине пожара. Потому что, скорее всего, кто-то из наших домочадцев был виновен. Кинул окурок в сухую траву весной. И трава была как порох, все загорелось. Никто этого не видел. И средь бела дня, не знаю, на врагов, это было бы глупо, безрассудно просто, ссылаться или еще на что-то просто. Либо он с неба спустился огонь. Тоже в это трудно поверить. Поэтому стихийного бедствия вроде нет никакого. От следствия отказались. Стало быть, и от государства помощи никакой по закону. И никто по этому поводу из нас не возмущался. Никаких упреков по отношению к окружающим людям тоже не было ни у кого. Но мы, тем не менее, остались на ледене со своим положением, которым нас очень поддержали местные жители, которые во времена нашего благополучия материального, они не демонстрировали особой симпатии или ласки. Но в трудную минуту они нас поддержали очень сильно. Оказалось, что людей, хорошо к нам относящихся, гораздо больше. На земле, чем мы подозревали. Это очень обрадовало и вдохновило. И потом еще любовь друг к другу нас как-то поддержала. И мы довольно-таки быстро поправили свое положение. За 8 месяцев мы новый дом справились, заселились со всеми удобствами. Конечно же, набрали кредитов. Но до сих пор мы их выплачиваем потихоньку. Но нет большой беды. Конечно, здесь нам очень повезло. Но кроме всего прочего, еще важно, наверное, само психологическое переживание, нужды или потребности острых в чем-либо. Или ощущение самого себя, как человека, находящегося на дне общества. Такого элемента неблагополучного социального. Или человек, который равен зверю, или животному, или собаке. Потому как он не имеет ни документов, ни имущества, ничего. Но тоже этого не было ничего. Не было нужды в наших сердцах, как-то в душах. А у многих людей, даже имеющих собственность какую-то, видимо, это нищета, она есть. И они ее очень остро переживают. И в связи с этим я вспоминаю часто одну из теорий исторических, что основные голодоморы, они были вызваны прежде всего не урожайностью или какой-то действительно практической какой-то острой нехваткой средств к существованию. А именно какой-то психологической зависимостью от материальных благ. То есть, например, когда человек не ведает насыщения, он много ест, не может наесться. И голодоморы, скорее всего, ну, хлеб, допустим, было достаточно. По крайней мере, столько, сколько хватало бы для того, чтобы быть сытым. И тем не менее, люди голодали, и вплоть до даже до каннибализма дело доходило. Потому что они ели, они насыщались. И больше всего, наверное, здесь. Как какая-то чума, что-то может быть с психикой связано. По крайней мере, и существуют такие теории. И как я воспринимаю на данный момент нужду как чего-то стихийное, не чисто технически, а именно больше психологически, внутренне. Что-то такая стихия, которая властвует... Не властвует, а которая может посещать наши души. Она может приходить к нам и покидать нас. Вне зависимости от нашего материального положения. Если бы вот Соня не подсказала, что я сгорел, что я в пожар попал, я потом вспомнил, я бы не догадался никогда. Я бы пришел бы и хотел бы кого-то другого послушать. Потому что из своей жизни я не могу ничего выцепить. По ощущениям, по воспоминаниям, по впечатлениям я не могу нищету ее раздобыть. Хотя в детстве очень много голода было. Но для меня это не было никаким переживанием душевным совершенно. Оно не мешало моему детскому счастью ничуть. Нехватка даже хлеба. Вот как раз мы стоим здесь, в парке Кулибина. В недавнее время я работала у Павла Петра в церкви. На Павла Петра пришла. Просто такая была необходимость. Думаю, не работа у меня. Ну, была просто ограблена, избитая. Только в разные моменты. Ограблена в одном месте, а избита в другом месте. И вдруг откуда ни возьмись, и всех пазов вылезают маргиналы. Пьяница. А я вдруг возьми, думаю, ну что мне мерзнуть. Как раз в косни я подошла в этот момент. Взяла метлу и стала сама убираться. Ну, сама от себя, как говорится, сам себе режиссер. Посмотрела, возле меня грязь. И стала рьяно, тщательно, ну, бороться за это. Все-таки церковь святая святых. Вот, говорю, что здесь, оказывается, не так-то тут и просто. Хоть каждый день, ежедневно посещали вот эти маргиналы. Постоянно трезвых их никогда не было. Молодые люди, им по 20 лет, ну, может быть, самым старшим, может быть, им 30 лет. Ну, и постарше выходили. И прямо коллеги, и без глаза. Женщина, главное, стоит среди них. Люба такая. Как она выражала. Я сама любовь. Понятно, где сама любовь. Ну, ежедневно, в общем, борьба с ними. А до этого, прежде чем на этом стоять, я еще перемолола столько тяжести. Я перемолола, таскала макулатуру, ни терешки, ничего. Вот, я своим ходом, своими кварталами, несколько кварталов, я на весы забрасывала к 400 рубля. Всего 3 килограмм стоит, 3 рубля. Я не знаю, я и в 4 ночи, в разное время себя просто, ну, как выходила из нужды, как могла, работала. Устала, вся себя вытянула. Болобок, меня шатало ветром. Замучили, я ему объясняю. Ребята, а ведь можно работать, вы же здоровые, вы же большие, здоровые, такие, не очень, как говорится, и руки, и ноги есть. Я макулатуру только что оттянула, много я времени потратил на это, вас много, мы не будем. Пошли маты всякие. Там, где была, говорю, женщина, одноглазая, оказывается, это ее все женихи. Женихи? Все ее женихи. Все вот эти маргиналы, Вася, Петя, Миша, Гриша, там, не пойму, прямо целый этот самый, ну, чуть ли не вранж стоит. Она с ними все собрали, они поедушку вот эту, с ними они, она вас сильно посылает. Посынил? Ну, заводочкой. Угу. Они бегут, бегом, время, они все знают, как время, они все у них скорректировано. И она все собирает. Среди них, этих маргиналов, среди этих маргиналов, вы только подумайте, доктор был глазной. Да? Он обещал этой Любе вставить глаз. Ну, это история. Оказывается, вот видите, мне это, ой, это нам не рассказывать. Ну, и спился этот доктор. И какой смысл вашего рассказа? Вы сейчас нам про всех маргиналов, про каждого в отдельности рассказываете? Что мне? Так, что ты можешь? Не трогать собачку, она же отлать будет. Она будет возмущаться, потому что в слать. Очень мусорно было. Одни шприцы, бутылок полно в море. Меня совсем не касалось церковь, меня не приглашали, даже кипятка мне не предлагали. В снежный человек меня даже назвал батюшка. Ты же снежный человек. Ну, я вся в снегу. Пороша, январь, феврат, декабрь. Я вся в снегу, лопата и метла, пьяницы, я с ними борюсь. Приходит второй, священники меняются, как перчатки. Второй, третий, ты что здесь? Придешь, ты чего это? Посмотрите, что у вас тут творится, почему у вас такое безобразие, почему у вас здесь? Как бы отмечено это. И потом даже объявила мне одна женщина, две, на разное время, в разных годах или в одном годе. Говорит, здесь наркотики? Откуда? Я говорю, я не знаю. В смысле наркотики? От церкви. От церкви наркотики? Да, якобы наркотики. Да, вот такая вот ситуация. Ну, я не могу ее не утаить. Как говорится, грешно сказать. То есть церковь приспространяет наркотики? Да. Это только от них исходит, что эти ребята все спивались. Потому что там прямо кололись. Как в церкви служители? Не видят это? Я сразу буквально увидела, в первые годы заметила, увидела, ощутила. Вот, говорю, вот это и талинство, вот это и есть тайна. Да. Покрыта мраком. И одним словом, что получилось еще? Приходит одна же, мне очень-очень неприязненно была женщина, бухгалтер. Я говорю, за пять лет наши капитаны. Я вдруг пожаловалась, меня тоже, говорю, в разное время спросишь, я кормила. Тебе хоть платят? А я говорю, ни то, ни другую. А она, а так не бывает. Я говорю, нет, бывает. Это и есть тайна. Да ты что? Я пойду сейчас, бабушка, только она вот так побежала, я чуть ее не хватать. Ой, не надо, не надо, не надо, говорю, не надо. Я не всех людей, чтобы мне вот, я случайно, у меня просто вылетело. Эмоционально так вылетело слова, что не сметь. Не-не-не, не скажу. И вдруг повариха приходит, Лариса. Ой, думаю, откуда это эхом доносит? Что это у меня паспорт так кричит звонко? То ли грубо, то ли нежно вот так. Мне сказали, тебя кормить надо. Ешкин, говорю, Потрон, кормить не надо. Ах, ну что ты? А вот мне сказали, надо же, говорю, лед тронется. Ну и что вы думаете? Макароны пересохшие. Половина их прямо в уголь. Вот как вот эта бумага. Ну честное слово, ну не сойти не с этого места. Это они мне такую готовку делали. Это нам не специально отдельно подготовили. Вот такую готовку. Вот так как уголь. И все рожки, я-то прямо даже считать стала. Раз рожка, два, ну 15. Ладно, будешь, дальше не буду, счетчик не стала. А то бы получать. Ой, говорю. Ну как, вкусно? Вкусно, говорю Рима. Спасибо, вкусно. Мы тебя кормили, мы тебя одевали, вот так вот, перечисляет. Мы тебя, это, загни пальчик, ты что, и не оплатили. А ты камушки хочешь собрать? Собери кипички. Я тебе скучу. Я говорю, за 5-то лет 500 рублей бросишь, как собака. За 5-то лет я, это, эти 500-то лет, денежки-то я подниму. На земле найду, или люди подадут. Скоплю, скоплю, вот и будет. До того, хитро, до того, она нас измучит, найдет все время. Она ее недолюбливает. Подскует, подскует, вот моя собачка. Она никого не кусала, ничего. Но это бухгалтер, она думала, что якобы та ее покусала. Она близко, я как раз молитву читала. Воскакивает бухгалтер, повариха. Ты такая сякая, туда-сюда на меня. Ты почему собака покусала, якобы? А бухгалтер еще мата не крыла нас. И она пристала ко мне. Вначале дьякон ко мне пристал, потом она привязалась. Ты, говорит, можешь кирпички убить, я говорю, это не моя бездна. Я здесь не по договору, и не, это самое, не устроенная. Я ее заранее предупреждала. У меня, я после, я после автокатастрофы. Мне никак, мне не под силу. И одним словом, все вот это скопилось, что я тогда, пожалуйста, что вот это, когда мне деду такую преподносили. И вызвали на меня ОМОН. ОМОН? Полицию. Полицию вызвали. С дубинками приехали. Я пошла убегать, говорю, и он мне сказал, еще и раз звонок ихний, ихний. И я не хочу, чтобы мне надо, помимо вас, у меня поважнее дела. Еще звонок, я ее собственной стабильного, у него ковра уже открыта была. Я ее застрелю, и при тебе ее закопаю. Космар. Да. Бок убил собак. О, так я поняла, что забудь. Она у меня спасенная, эта собачка. Ее, ну да, эти, отморозки ее, я спасла эту собачку. Я так была расстроена, удивлена всему этому, как все это обошлось мне. Во что мне это вышло? Я не пришла, что двору. Как говорится, своя среди чужих, чужой среди своих. Вот такая ситуация. На определенном этапе учебы в университете я был предоставлен самому себе. Это было курсы, а, на третьем курсе, да. То есть летом, перед началом учебы, я заработал некоторую сумму, ну, которой мне хватало на пропитание, на какие-то собственные потребности, в увлечениях. Но правила игры были следующие. То есть родители мне предоставляли квартиру, то есть живи там, делай все, что хочешь, но мы тебе ни копейки не дадим. То есть они жили в любом месте, совершенно не касаясь, не помогая мне никаким образом. Ну, поначалу денег хватало только на месяц. Львиная доля, это точно уходило на продукт питания. Уже в октябре я был вообще без копейки денег. Не покупал себе ничего из одежды. То есть вроде бы там обычный нормальный парень, жил в обычном доме, ходил в университет, учился там на лекции, задания свои там выполнял, обязанности. Но пропитания уже не было. На самом деле, ну, родители у меня не такие уж и были принципиальные. В принципе, я тогда к ним приходил, в то место, где они жили. Они меня, конечно, кормили. Вот. Но это реально спасало вот от такого голода. У меня никогда не было мыслей, например, продавать какие-то вещи из квартиры, заниматься преступностью, чтобы раздобыть деньги. Но также устраиваться на работу было достаточно сложно. То есть все такие популярные вещи, то, что я еще не закончил университет, я еще там где-то учусь, но нужна была полная занятость. То есть все-таки я нашел работу на выходные. И это были, по-моему, 3-4 тысячи рублей, на которые я, в принципе, умудрялся жить. То есть 3-4 тысячи рублей в неделю, это, да, максимум получается 12 тысяч в месяц. Ну, это, в общем, это получалось вполне нормально, можно себя как-то прокормить. И что я уже усвоил потом, когда я закончил университет, уже начал достаточно хорошо зарабатывать, что не получится никогда решить свои финансовые проблемы, если вы считаете, что только, если считать, что только все проблемы, это исходит от финансов, что смысл жизни заключается в решении своих собственных финансовых проблем. Мы решили провести эксперимент и наложить на видео аудиозапись с более проработанной версией истории, а также с комментариями, которые мы не успели сказать на общем обсуждении на фримаркете. Я начну рассказ с истории моих родителей. Мои родители из бедных рабочей семьи. Отец учился на геофизике, и вот назначили работать на Дальнем Востоке. Разведывал золотоносные жилы. Но после развала Советского Союза этой работы не стало, и он попытался заниматься бизнесом, у него это не получилось. Он участвовал в политической, общественной жизни. Он был мастерватор. В конце концов, он просто устроился на завод в своем родном городе с варщиком. Но так как там не соблюдалась техника безопасности, были ужасные условия труда. Его легкие были убиты на этом производстве, и он умер. Он умер, когда мне было 13 лет, а ему 47. Моя мама из семьи, в которой не было возможности купить одежду, и она приходила в школу в потрепанной, в заплатанной одежде. Ее убежали, оскорбляли одноклассники. В связи с трудной жизнью у нее начались, точнее, были психологические проблемы, ее состояние ухудшилось после смерти моего отца. Она уволилась с работы, не смогла продолжить работать и на заводе. Она работала на заводе. И спустя какое-то время она оказалась в психиатрической клинике. В психиатрической клинике ее, в общем-то, также оскорбляли за ее одежды. Да, медсестры ее оскорбляли. Вот. Ну, когда она возвращалась из больницы, она оказывалась, опять же, в той же ситуации. Например, когда она шла в магазин, ей предлагали выпить и предлагали составить компанию. Ну, в общем-то, с одной целью думали то, что она им даст чекушку водки. Вот. Однажды она зашла в магазин, и так у нее вот из-за постоянного стресса, она была достаточно рассеянна, думала о чем-то своем. Она положила нечаянно к себе в карман масло сливочное, прикейтик. Вот. И когда она расплатилась на кассе за те товары, что были в корзине, ее схватил охранник, сказал то, что вот, вы украли масло, я давно за вами слежу. Мне кажется, что, да, я давно заподозрил неладное. И... И, в общем, вызвал полицию. Вот. И это очень-очень сильно испортило жизнь моей маме, потому что она после этого долго не могла выходить из дома и переживала. Вот. Да, и мы жили так, что... Ну, у нее была пенсия по инвалидности, у меня была пенсия, как бы, по потере кормильца. Но все равно денег было очень мало. Мы ту же самую одежду не могли покупать. Мама не могла, там, не знаю, ввел себе прическу. И... Она... Постоянно думала о том, как достичь какого-то благосостояния. И... Не знаю, читала заговоры, писала письма экстрасенсам. И, например, один из экстрасенсов, некая Моррид Валь, прислала ей письма. То, что, типа, вы победили в конкурсе, вы получили 100 тысяч рублей. Вы получите 100 тысяч рублей и машину. Для этого нужно всего лишь купить у нас там набор тарелок и... И что-нибудь еще. И кладем на доску. Вот. Ну, естественно, что моя мама не велась на это. Но все равно она верила в то, что что-то каким-то таким вот хитрым способом можно взломать систему и получить деньги. Вот. Для меня... Все эти ситуации, даже то, что там, не знаю, иногда не было денег на еду, и мы питались со мной кашей, и... И даже когда мы иногда вообще ничего не дели, все мне казалось то, что это... Ну, все, в принципе, фигня, и все можно пережить. И есть люди, у которых там гораздо все хуже. Там, не знаю. Например, у меня был пример моего соседа, который... Ну, сначала был соседом-соседом, он жил там в соседней квартире, но спустя какое-то время я выгнал жена, и он оказался... Приехал. Он приехал на чердак. Он заходил к нам иногда, этот сосед просил еду. Мы наливали ему еду, там, суп, кашу, еще что-то. Однажды он зашел к нам с коробкой на голове, потому что он жутко стеснялся, и думал, что вот в коробке его не узнают. Однажды... Еще такая история, да, то, что... У нас не всегда, опять же, хватало денег на сигареты. Моя мама курила, и... Я в том моменту еще не курил, вот, но... Вышла в подъезд, и взяла банку с бочками, типа, посмотреть, что там он есть, покурить. Я тогда удивился, но потом, когда я начал курить, я понял, да, то, какого... кого необходимость бывает покурить, и тогда ты плюешь на все санитарные нормы, вообще безразличные, где это сигарета, держал или кто-то в рот. Вот. Вообще, я пытался как-то добывать еду, когда мама была в больнице, ну, то есть, у нас... у меня было вдвое меньше денег, вот. Еще сложнее. Я ходил в гости к людям, к друзьям, и ел у них. Но... Была проблема в том, что родители моих друзей не одобряли мое поведение, и тому ли человек, к ним прихожу, то есть, у них все съедаем. Вот. Ну, потом мама умерла. Ну, после этого было очень много-много разных событий, но и ладно, все это. В какой-то момент я оказался вообще без денег, и у меня не было возможности даже занимать деньги, потому что... Или я с этими людьми перестал общаться из-за того, что вот у меня нет денег, и как бы хочется скрыться от всех, и меньше даже общаться. Я устроился на работу, но на работе, там, типа, ну, по правому кодексу оформлялся и все такое, на работе деньги получить можно там только спустя какое-то время, спустя там три недели, две. Вот. Но я, несмотря на то, что я в тот момент ел примерно раз в неделю, я неплохо работал, и даже, там, не знаю, таскал в холодильнике. В общем, нормально все было. Было сложно, и... И... У меня, кроме того, что был я, у меня было еще две кошки, которых тоже надо было кормить. и я пытался их как-то прокармливать, и находил то там, то тут еду. Например, я ходил в магазин, и в магазине я... Ну, понятно, что я делал, я просто закидывал к себе в карманы то, что было без присмотра. В общем-то, в общем-то, удавалось мне каждый день приносить по несколько пакетиков кошачьего корма. И в первую очередь я заботился об этом, потому что, да, как-то было сложно с тем, что, да, у тебя есть кошки, которые... из-за того, что ты такой вот безработный и без денег. А ты как бы взял за них ответственность. И вот на той работе, на которой я устроился, мне директор магазина предложил взять еще одну кошку. Типа, ну, говорит, ну, у тебя две кошки, где две там и три, возьми это что-то. Я сначала отказывался, но она мне сказала, ну, я помогу тебе там с едой для них. Дала денег там на куриную голову. Вот. И я взял эту кошку и очень хорошо накормил всех трех кошек теперь уже. Однажды, ну, это продолжение истории с кошками, я шел по улице, там, не знаю, в поисках синей аэта и чего-то еще, и зашел к своему трогу в подъезд и увидел шесть котят жутко мяучащих, страдающих, и я взял к себе из этих котят еще двух самых таких, как кажется, страдающих. Ну, потому что я видел то, что вроде как я могу содержать даже кошек, несмотря на то, что нет денег. это именно со мной не очень помогло, потому что, да, я их едой так снабжал, но у них были паразиты, были вши, были блохи, было еще что-то, и они прятались за холодильником, выходили ночью, когда другие кошки спали, чтобы там тихо, тихонечко поесть. Вот, и в конце концов эти две кошки умерли, два маленьких котенка, и умер с ними еще и тот котенок из магазина. Когда у меня не было денег, я пытался как-то, да, как-то получить нужную еду, помимо того, что, да, брал еду из магазинов, я, когда у меня не было возможности или желания выходить, и когда я боялся чего-то там, вот, я ел, например, кошачий корм сухой, вещь безвкусная, да нет, не безвкусная, что-то я не то сказал, не безвкусная, но отвратительная, да, и я смешивал ее с солью, но было еще хуже. Ну, мало того, что она жесткая, так она еще, да, мне привкус очень странный, и, в общем-то, я не очень своих кошек обьедал. Также у меня, помню, оставалось в шкафу на стенном из еды мука и кофе, и я смешивал муку, кофе и воду, и делал лепешки из этого, причем лепешки я жарил без растительного масла, просто вот так вот на сковородку кидал, и как-то вот так вот исхитрялся, сделал так, чтобы они запеклись, но это было даже ничего, на самом деле, даже вкусно, особенно, когда если у меня находился еще и сахар, вот, вот, еще из-за один из таких моментов, я пытался как-то успокоить свой желудок, успокоить себя тем, что, ну, так как не был даже секрет, я просто сосал пуговицу, ну, вот, успокаиваю, нищета вводит в замкнутый круг, не дает возможности выбраться из нее, приводя все к новым унижениям, и к усилению бедности, и к усугублению психологического состояния, структура угнетения воздействует на всех, воспитывает и закладывает презрительные отношения, и подозрительные отношения к людям, которых считают низшим в реархии. Недавно в моем маленьком родном городе, прямо напротив моего дома, компания молодых людей просто так избила бездомного его же палкой, палкой, на которой он напирался при ходьбе. Он умер. Как раз, когда я узнал об этом, я занимался тем, что я помогал собирать вещи в фонд помощи бездомным. Нам необходима культура взаимопомощи и поддержки друг друга в сложных ситуациях. Если в крупных городах есть какие-то возможности, то в малых нет ничего, если мы сами это не создадим. Одним из решений проблемы нищеты и бедности было бы введение безусловного основного дохода. Это пособие, которое выплачивает государство всем гражданам страны. На самом деле эти эксперименты с безусловным основным доходом проводятся в разных странах, и в европейских, и в европейских. И опыт показывает, что когда у людей есть хотя бы всегда какой-то минимум, из-за которого им уже можно даже и не устраиваться на работу, а просто жить и тратить больше времени на самообразование друг на друга, конечно же, их уровень жизни становится лучше. И многие люди как раз-таки бросают разные погодные привычки типа алкоголя или наркотиков, а не уходят в них. И чтобы его вводили, на самом деле нужно требовать этого. Это действительно возможно, распределение богатств возможно, вопрос только в том, сколько усилий будет приложено, чтобы это наконец-то осуществилось. Мои знакомые финские феминистки говорили о том, что в Финляндии в этом году ввели, безусловно, основной доход, но примерно 10 лет активисты упорно требовали, чтобы это было сделано, и вот какой срок им потребовался, чтобы это ввели законодательно. Культуру взаимопомощи можно развивать в разных направлениях. Помимо основного, безусловно, дохода есть еще вопрос перераспределения пищевых отходов, или даже не отходов, а просто продуктов, которые выбрасываются из супермаркетов. Например, во Франции в этом году ввели закон впервые в мире, который запрещал бы торговым сетям выкидывать продукты просроченные или те, которые уже имеют нетоварный вид, но у них все еще нормальный срок годности. Так вот, торговые сети теперь не должны их выбрасывать, они обязуются отдавать их разным социальным центрам, которые бы распространяли их бесплатно, раздавали неимущим и нуждающимся. Вообще, ну, конечно же, фриганство, то есть таскание еды, которую выкидывают из супермаркетов, ну, оно же сейчас развивается, но многие супермаркеты почему-то не хотят, чтобы люди забирали уже то, что было выкинуто, и не специально портят продукты. Так вот, во Франции этот закон предусматривает то, чтобы за такие штуки налагались штрафы. То есть, действительно, еда, которую уже нельзя продать, она не должна быть уничтожена, она должна быть съедена другими. И посмотрим, что у них получится. В принципе, в Сан-Франциско существует подобная вещь, это большие пищевые банки, так называемый продуктовый банк, который распределяет, то есть, там есть волонтеры, которые ездят по городу, собирают у разных пищевых предприятий или торговых сетей продукты, которые они не могут использовать, собирают их в одно место, а там распределяют, что может быть употреблено в пищу человеком, отдается людям. Что может быть употреблено в пищу животным, идет на корм животным. Если что-то непригодно даже идет на пищу животным, из этого делается компост, его тоже дают фермерам. Таким образом, они вообще решают экологическую проблему утилизации мусора, то есть, мусора становится гораздо меньше. Конечно же, для этого требуется немало работы, чтобы обрабатывать как-то эти отходы, но, блин, это того стоит, потому что люди и животные получают еду, а фермеры получают компост. Я надеюсь, что как бы и в России мы тоже самоорганизуемся и сможем развивать эти направления и требовать того, чтобы это было закреплено хоть как-то, чтобы люди знали, что такое может быть и что такое быть должно. На самом деле, недавно я читала новость в журнале «Такие дела» о том, что в Свердловской области в кризис хозяева сельских магазинов решили поддержать своих однисельчан, пенсионеров, ну и просто неимущих людей, и они в своих магазинах делали полки с бесплатными продуктами, и они как бы и у сельских магазинов наверное все не так хорошо в кризис, но тем не менее они готовы были делиться бесплатно продуктами с теми, кто просто не может за них платить. И это очень круто, и было бы здорово, чтобы этого было больше. ну вообще мне кажется важно, что наша встреча прошла на фримаркете, и несмотря на всю суету, здорово было видеть, что хоть как-то развивается культура дарения, культура свободного обмена, и что мы можем также и говорить об этом, и делиться своими личным опытом, личными историями. Вот, я хотела поблагодарить всех, кто пришел. Вот, на самом деле я сейчас записываю все эти слова на диктофон, потому что я не успела этого сказать, черт в бери, там было так много разных процессов, суеты и так далее, поэтому вот надеюсь, что видео восполнит то, что в общем у нас не получилось делать тогда. Вот, всем спасибо.